Привет, меня зовут Александр Селинёк, я кондитер, но им я стал не сразу. Раньше у меня тоже пригорало тесто, торты не получались, а шоколад таял. Хотите узнать, как я научился справляться со всеми этими проблемами? Я расскажу вам об этом в твоей программе... Сладкие истории! Привет, вы смотрите программу Сладкие истории. И сегодня для вас я буду готовить два лёгких ягодных десерта. Первый это клофути с вишней и самбук с клубникой. Я думаю, что многие из вас уже готовили клофути неоднократно. Но французы готовят её по-своему. Они выкладывают в вишню и заливают яично-молочно-сливочной смесью и ставят в духовку. У меня рецепт немножко другой. И я хочу выпекать не в форме пирога клофути, а вот в таких стеклянных баночках. Для начала нужно будет взять 200 миллилитров молока и 200 сливок. Всё это подогреваем на плите до тёплого состояния. Тем временем отделяю желтки от белков. Мне понадобится 3 яйца. Это своего рода получается омлет. Ну, вы знаете, французы, они любят крем-брюле, крем-карамель, клофути. Я сначала, когда первый раз попробовал, был не в восторге. Ну, а потом, могу вам сказать, распробовал. Добавляем сюда 80 граммов сахарной пудры. Пудру обязательно просеиваем. Посмотрите, видите, там комочки. Если вы не просеете, то эти комочки, они сами по себе не растворятся там. Поэтому обязательно нужно будет просеивать. Итак, перемешиваем желтки с сахарной пудрой. Добавляем сюда 50 граммов крахмала. Крахмал я использую кукурузный. Он намного мягче и воздушнее, чем картофельный. Картофельный, он делает выпечку резиновой, а кукурузный придает ей легкость, пористость и воздушность. И так, перемешиваю с крахмалом. И потом добавляю в желтковую смесь подогретое молоко со сливками. Все это перемешиваю. И уже в самом конце я добавляю 80 граммов измельченных писташек. В оригинальном рецепте писташек нет. Я рецепт немножко усложнил и добавил туда писташки. Писташки можно немного обжарить, для того, чтобы их вкус усилился. Если есть писташковая паста, можно где-то столовую ложку писташковой пасты еще добавить. Будет еще вкуснее, а цвет будет нежно-нежно-зеленый, мясный. Итак, смесь готова. Отставляем ее в сторону. И сейчас я занимаюсь вишней. Если у вас нет свежей вишни, вы можете заменить ее на свежемороженую. Я разрезаю вишню пополам и отделяю ее от косточек. И потом эти половинки выкладываю в такие банки. Смотрите. Это они у меня остались от фуагры. Я их не выбрасываю. Я в них подаю потом десерты. Они разные, очень оригинально. Так что, если у вас есть баночки такие, то вы можете ими воспользоваться. Ну, а если вдруг у вас их не оказалось под рукой, вы можете что сделать? Спасибо. Спасибо. В духовку и заварю себе немного чая. Спасибо. Ягоды. Определить, что такое ягода на страницах гастрономической энциклопедии довольно трудно. И прежде всего потому, что биологи и обыватели понимают это слово по-разному. В биологии ягоды называют плод с однородной сочной мякотью и мелкими семенами, защищенными плотной кожурой. С научной точки зрения ягодами являются не только смородина, крыжовник и виноград, но и арбуз, и даже помидор. Зато вишня, слива, оливка и абрикос это не ягоды, а косточковые плоды, костянки. Даже землянику, клубнику и малину ботаники ягоды не считают, поскольку семена у этих плодов расположены не под кожурой, а на ней. С научной точки зрения это многокостянки и многоорешки. Однако одно дело тонкости ботанической классификации и совсем другое обыденное представление о том, что считать ягодой, а что нет. И мастера кулинарного искусства, и просто любители вкусно поесть обычно называют ягодами плоды небольшого размера, в том числе костянки и многокостянки, вроде вишни, малины и земляники. Ягоды летнего удовольствия, сезон каждого из них скоротечен, всего 3-4 недели. В конце апреля поспевает жимолость, в июне садовая земляника, которую часто называют клубникой и черешкой, затем абрикос и лесная земляника, за ними вишня и слива, потом черника и голубика, после крыжовник, малина, смородина и облепиха, а осенью брусника, морожка и клюква. Можно, конечно, довольствоваться импортными ягодами из супермаркетов, они доступны по большим ценам чуть ли не весь год, однако их полезность, как ни обидно, очень сомнительна. Поэтому собирайте и покупайте ягоды в сезон, и не от случая к случаю, а регулярно. Каждодневное употребление летом малины, черники, крыжовника и смородины – гарантия вашего здоровья на весь будущий год. А сейчас я приготовлю клубничный самбук. Мне понадобится 300 граммов пюре клубники. Это обычная клубника, протертая через сито. Вы можете использовать любую ягоду – черную смородину, чернику, малину, вишню, все, что вы хотите. В ягодное пюре вы добавляете 60 граммов сахара, 10 граммов желатина. Нужно будет замочить в холодной воде. Желатин домачивается в соотношении 1 к 5. Если взяли 10 граммов желатина, соответственно, воды надо взять в 5 раз больше – 50. Желатин набухает в течение 10 минут. Пока он будет набухать, я ставлю пюре с сахаром на плиту и слегка подогреваю. Ягодное пюре с сахаром подогреваем не слишком горячо, градусов до 50. Самбук – очень простой и интересный десерт. Фруктовое пюре, сахар и желатин. Он может быть также и в качестве постного десерта. Как вы знаете, у нас больше, чем половина года – это пост. Многие его держат. Поэтому в качестве десерта я предлагаю использовать именно этот десерт. Ну что, фруктовое пюре слегка подогрели. Ну а пока желатин набухает, я подготовлю для него водяную баню. Это просто воду доводим до кипения. И потом мы этот желатин будем на водяной бане распускать. Так говорят, распустить желатин до жидкого состояния. Желатин, почему я делаю водяную баню? Нельзя нагревать до кипения, иначе все желирующие вещества умрут, пропадут. И, соответственно, самбук не получится. Поэтому желатин желательно нагреть до 80 градусов, и он растает. По-многие, я так смотрел, берут желатин, прям сразу добавляют уже во фруктовое пюре и взбивают. Я думаю, а набухнет. А распустить? Нет? Вот он так разойдется. Как так? Надо знать базовые вещи. Те, кто постоянно смотрит нашу программу, я уверен, что они уже большие специалисты на домашней кухне. И выпечка у них точно получается. Вода нагрелась. Желатин набух. Посмотрите. Я ставлю его на водяную баню. Он должен стать жидким. Так, лафути у меня выпекаются. И вот так. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Стамбук очень легкий и нежный десерт. Он чем-то напоминает фруктовую пену. Она легкая-легкая. Я думаю, что те, кто никогда не пробовал стамбук, если попробуют, это будет фирменным десертом на вашей кухне. Посмотрите. Фруктовое пюре начинает светлеть и увеличивается в объеме. При взбивании фруктовое пюре охлаждается, насыщается кислородом, желатин начинает тянуться, и масса становится легкой, пушистой и воздушной. Получается вот такая ягодная пена. Раньше, в советские времена, стамбук делали из яблок. Их запекали, и потом с сахаром взбивали, добавляли туда агар-агар. Но сейчас соберут фруктовое пюре, с сахаром взбивают, и добавляют желатин. Для того, чтобы стамбук был пушистый, многие добавляют в стамбук еще взбитый белок. Я этого не делаю. Посмотрите, он и так набился, как будто здесь взбитый белок. А какой он нежный. Как раньше в детстве сорбет ягодные продавали, фруктовые стаканчики, то же самое. Смотрите, держит форму. Текстура пористая, легкая. Выкладываем стамбук в кондитерский мешок. Можно, конечно, взять ложку и выкладывать ложкой. Я люблю, когда все аккуратно и ровно. Итак, винные бокалы. На клубнику мы отсаживаем стамбук. У меня стамбука получилось очень много. Тут можно накормить не только съемочную группу, но и всех желающих. Так, клапути у меня уже пищат готовы. Сейчас выключу. После того, как вы отсадили стамбук в бокалы, отправляем их в холодильник для того, чтобы желатин схватился и стамбук застыл. Буквально минут через 15-20 он готов, и можно подавать к столу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сахар. Почти в каждом сладком блюде есть сахар, но какой? Попробуем разобраться в разновидностях этого ингредиента. Кленовый сахар. Первое письменное упоминание о кленовом сахаре относится к 1760 году. В одном из документов той поры говорится, что в Канаде растут клены, дающие большое количество полезного освежающего сока, пригодного для изготовления особого сахара. Пальмовый сахар. Пальмовый сахар получат из сока сахарной пальмы, в основном в странах Юго-Восточной Азии. В Западной Европе и США, в магазинах, торгующих азиатскими продуктами, нерафинированный пальмовый сахар продается под английским названием «джагри», от индийского «джагри», который восходит к древнеиндийскому саркара, имеющему тот же корень, что и у сахара. Сахар свекловичный. Ещё в 1575 году французский ботаник Оливье Десер пытался привлечь внимание к высокому содержанию сахара в свекле. Но лишь в 1747 году немецкому химику Андресу Сидизмунду Марграфу удалось извлечь сахар из сахарной свеклы и сделать его твёрдым. И только с 1830 года было налажено производство свекловичного сахара, да и цена на этот продукт тоже перестала быть заоблачной. Солодовый сахар. Солодовый сахар получают из солода, бродильного продукта из проросших высушенных и крупно смолотых флаков. В Японии уже свыше 2000 лет используют солодовый сахар, вырабатываемый из крахмалистого риса или проса. Солодовый сахар значительно менее сладкий, чем сахароз. Его добавляют в хлебобулочные изделия и различные продукты детского питания. Достаем клапути из духовки. Смотрите, они запеклись, образовалась вот такая корочка румяная. И мне кажется, лучше, конечно, подавать их в тёплом виде или даже в горячем. Можно шариком мороженого или сорбета. Сверху положить, туда он будет таять, будет как соус. Томбук достаем из холодильника. Конечно, по-хорошему ему нужно было бы постоять ещё час. Но мы почти в прямом эпиле. Так что будем отдавать сразу. Сверху украшаем половинками клубники и подаём самбук к столу. Этот десерт в ла-фуде подаётся в горячем виде или тёплом, ну а самбук подаётся в холодном виде. Вот такие интересные ягодные десерты вы теперь умеете готовить. Я не представляю, как есть сладкое и не запивать чаем. Поэтому очень, кстати, будет чашечка чая-беседа. Благородный бергамот с тонкой цитрусовой ноткой. Разделитесь близкими этот сладкий десерт и положительные эмоции. Я уверен, что вы обязательно повторите и приготовите этот десерт. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся ровно через неделю на телеканале «Домашний». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»